Доброе утро, ребятки! Давно мы с вами не встречались. Кстати, я сделала себе маску-плёнку от Гринмамы. Сейчас покажу. У меня сейчас уже где-то полдвенадцатого. Девчонки, мы спали до одиннадцати просто. До одиннадцати вообще ужас. Вот эта хорошая маска-плёнка. Девочки, у кого нет, можете приобрести прикольное. Она прямо снимает роговевшую кожу. Мне нравится. Частенько её... Ну, её частенько нельзя. Я её раз в месяц так делаю. Лицо опухшее. Сейчас хочу пойти сходить в магазин. Я уже не могу на себя смотреть. У меня корни просто белые. Надо пойти хотя бы корни покрасить, потому что концы не буду трогать. Вдруг опять позеленеет. Тут я возьму уже свою краску. Вчера начала снимать влог. Так я ничего не наснимала, потому что вчера мы целый день были по больницам. У Тёмы ночью заболел зуб. Мы искали доктора, стоматолога. Поехали в платную. В платной там был какой-то врач ни о чём. Мы поехали в бесплатную. В бесплатной принимал один дежурный. Не всё работает. Не везде работает. Короче, вчера, девочки, был дурдом. Кстати, у нас вечно. У Тёмы какой-нибудь или праздник, или что, у него зуб начинает болеть. Так что вчера вот это мотались целый день по зубным врачам. Потом мы приехали, он спал. Ему делали обезболивание. Ну, вот такой целый день сумбур был. Так вот, зуб мы полечили. Сейчас я его записала. Там у него ещё нужно два подпломбировать чуть-чуть. И Илюшку записала тоже. Потихоньку буду зубы делать. Кое-что есть там, где подчинить, раз попали. Вот, сделаю им зубы. Вообще, зубы, конечно, дорогое удовольствие у нас. Я не знаю, как у вас. У нас вообще очень дорого всё стоит. Даже детские зубы очень дорого стоят, девчонки. Вот, не могу. Сейчас эту маску сделаю, сниму. Я уже выпила кофе. Макс утром сходил, багеты купил. Мальчишкам сделала эту кашу какую-то. А, я им макарон, эти, в Мирвишель его суп варила. Молочный они поели. Лежат. Илюшка учиру делать с папой на пару. Я вот зашла. Честно говоря, сегодня хотели поехать. Мужу говорю, давай найдём какой-нибудь лес. Поедем в лес куда-нибудь, детей повезём. Мы с ним так подумали. Во-первых, у нас сегодня прохладно, 13 градусов, но это холодно. На следующей неделе уже будет хорошая погода, и мы поедем. Кстати, вчера мы ездили, мы в город ездили, в больницу по врачам. И знаете, я вам скажу, что отдыхающие всё равно есть. Я не знаю, как они туда пролазят к нам. Но отдыхающие ходят, и я вообще в шоке от того, что происходит. Действительно, люди местный карантин соблюдают какие-то... Не знаю, девочки. Это уже, честно говоря, вот здесь это всё сидит, вот этот карантин. Я уже просто на издыхании. Ладно, не будем о плохом. Вот, сейчас я сниму масочку и пойду покупать краску. Наверное, корни покрашу, скорее всего. Так что оставайтесь со мной. Мы уже вернулись. Я с Илюшкой ходила, прогуливались. Вот. Девчонки, покажу, что купила. В принципе, ходила. Зачем я ходила? Я ходила вот зачем. А это у меня, знаете, как у нас открылся рынок наш, где мы живём рядом. Я туда попала. Ну и, конечно же, Тёме купила клубники с Илюхой. 300 рублей килограмм уже. Дальше взяла редиску. Редис взяла, взяла щавель и зелёный лук. Щавель, пучок, значит, 5 пучков 100 рублей. Значит, один пучок 20 рублей. И зелёный лук тоже у нас пучок 20 рублей. Взяла 2 баклажана. Хочу всё-таки вот эти багеты сделать на второй канал, чтобы были, ребят, бускету. Взяла апельсины мальчишкам, лимон. Илюша захотел сливы. Я ему объясняю, что это сливы ещё не хорошие, твёрдые. Он захотел кисленького. Илюш, любишь? Сейчас я сама только всё хорошо помою, пока ничего не трогать. Взяли мы гермонинских. Я уже говорила, что иногда позволяю себе взять с творогом и с печенью. Это как бы так лежит, знаете, иногда достаю. В основном-то я сама всё пеку, но иногда можно. Взяла альметы зелень. Что-то мы на него так подсели. Так нам нравится стало. Обалденно вкусно. Ветчины взяли, мои любимые. Сейчас, Зай, подожди. Так, взяла у меня закончилось. Меня девчонки спрашивали, чем... Слушайте, подсела тоже на вот этот хербал. Мне так он понравился. Я в этот раз взяла против ломкости. Бальзам, очень хороший. Взяла вот эту краску. Взяла лориаль. Сейчас посмотрим. Пойду краситься русый, тёмно-русый. Корни хочу подкрасить. Взяла колгит, пасту. Так, взяла мальчишкам для иммунитета вот эти мишки. Девочки, 382 рубля. Хотим попробовать иммунитет. Дальше 60 штук. А где мой батончик? Батончик. Это беру в аптеке всегда себе вот такой шампунь дегтярный. Взяла дармовейд. Это для прыщей я иногда пользуюсь. И Илюша взял себе вот такой батончик. Ну и всё. Больше мы ничего не взяли. Ну что, девчонки, сэкономила 5,5 тысяч. Покрасила вроде только корни. Концы не красила. И сзади попросила Макса. Он мне там что-то поводил, не знаю. Девочки, краска вот такая вот. Лориаль. Потому что я всегда показываю в роликах. Потом девчонки пишут. Что за краска? Сейчас покрасила хотя бы, знаете, чтобы у меня ободок был не белый. Я уже просто смоеть не могу. Так я покрасила, конечно. Ну ладно. И да, я последнюю покраску свою, что вот мы делали с девушкой. 5,5 тысяч мне обошлась. Девчонки. Она когда цену сказала, я сама, честно говоря, офигела. Вот. Но она, я не знаю, вот кто у меня паритмахерой какую-то американскую там делала. Обмывку, промывку, не знаю. И вот покрасила их краской. Ну 5,5 вот вышла мне. Вот. А когда я спрашивала, будет белая. Помните, я хотела вот это что-то делать? У нас где-то 8, она сказала, на твои волосы бы вышло. Так что сейчас легче самой покраситься, по-моему. Ну, не легче, конечно. Но сейчас выбора нет. Честно говоря, вот эти какие-то сложные манипуляции с волосами я лучше люблю делать в салоне. Ну так, чисто просто закрасить корни могу. Я думаю, что получилось у меня, в принципе. Так что сейчас смою голову. Ну, я имею в виду не голову, а волосы, краску. Приведу себя в порядок. Пойду поставлю, будем варить зеленый борщ сегодня. Или у Тёмка заказал. Вот. И брускеты хочу, девчонки. На второй канал всё-таки их сделаю, потому что это очень вкусно. Знаете как, вот я последний опрос проводила в этом в Инстаграме. И девчонки спрашивают, у вас бывает романтический ужин? Вот, я вам даю совет. Купите хорошего винишки и вот эти брускеты. Офигенный будет у вас романтический ужин. Можно, когда закончится карантин, с этими брускетами и вином выехать куда-нибудь на природу. Ой, девочки, это только мечтать, да? Я, кстати, сейчас ходила на рынок. Не знаю, у нас все ходят, бродят. Половина в масках, половина без масок. Но я вот вам говорю, никакой самоизоляции, вот прям самоизоляция, как она должна быть, уже нет. Нет, уже люди всё, у них уже край. Так что вот такие вот дела. Ладно, смою, покажу, что получилось. Пока у меня красится голова, я себе сделала чаёк. Сейчас туда нарежу кубнику. И вот такие брускеты. Девчонки, выложила всё-таки их на второй канал, потому что они должны быть. Эта вкусняшка должна быть у меня на канале. Так, а я что-то, знаете, пугаюсь. Сейчас покажу вам. У меня что-то всё почернело, прям чёрное. Девчонки, мне страшно. Я пока даже чая не буду пить, хочу смыть это всё. Потому что что-то мне боязно, что получится. Давайте смывать, а потом посмотрим. Фу, девочки. Пила чай. Смотрите, вот кружка была только что чистая. Это я сделала, налила себе чай, такой пакетированный. Представляете, остаётся как вообще ужас. А была она белая. Съела один бутер, девчонки. Как это вкусно. Это просто офигенно. Чай с клубникой. У меня, как всегда, уже полтретьего. А мы ещё, представляете, суп не сварила. Потому что мясо мороженое, а не хочу его так как-то по-другому размораживать. Ну, ничего, мальчишки поздно встали. Я думаю, что сейчас скоро уже поставлю варить. Девочки, я смыла. Цвет получился огонь. Ну, мне понравилось, не знаю. Сейчас вам покажу. Просто я ещё сижу, не досушила. Сейчас досушу и покажу. Цвет очень хороший получился. Мне нравится. Вот. Так что сейчас увидите всё. Так, ребят, я уже волос смыла. Получилось очень даже неплохо. Концы остались светлыми. Прям, знаете, получился... Как он называется по парикмахерскому? Балаяж, по-моему, называется. Когда вверх темнее. Не знаю, мне нравится. Смотрите, светлые корни остались. Да, ой, концы. И вот такой блестящий цвет волос получился. Не знаю, мне очень нравится. Прикольно. Сейчас накрашусь, посмотрю. Смотрите. У нас тут плохо. Плохое освещение. Сейчас туда на свет с вами пойдём и покажу вам. Ну, а так вроде ничего. Прикольно. Ну, что, вкусно? Илюшка бутерброд ест с ветчиной. Свежую ветчину купила с маслом. Чай сделала. А Тёмка что-то перекус у них. А Тёмка клубничку кушает. Он так любит клубнику вообще. А это не хотят есть. Я говорю, попробуйте. Такая вкуснятина. Илюшка говорит, мам, здесь всё, что я не люблю. Зелень, помидоры и баклажаны. Чулечки. Вот такой цвет у меня получился. Он прям 50. Ну, может быть, так не должно быть. Но мне нравится. Тут темновато, конечно, сверху. Но оно сейчас, знаете, оно быстро смоется. Я вам точно говорю. Потому что эта краска, она, конечно, смывается очень быстро. В принципе, как и любая краска. Вот. Но, по крайней мере, мне нравится, что у меня сейчас более-менее, хоть не видно. Вот здесь, знаете, прям у меня тут белое у меня было. Видимо, седина. Если бы я не красилась, я, девочки, даже не думала, что уже такая седая. И уже, видимо, возраст даёт о себе знать. Вот. Но какие наши годы? Всё равно. Это всё ерунда. Сейчас вообще как-то не до возраста. И вообще настроение, на самом деле, что-то какое-то вообще не очень хорошее. Вчера вот это вот с больницей мы целый день провозились. Ездили, вот это искали. Блин, девочки, сейчас в карантин вообще нельзя. Не болеть, ничего. Потому что я вам говорю, что на самом деле всё. Нигде никто не работает. Везде по одному дежурному врачу 50 тысяч человек было вчера у Зубного. На самом деле, все люди, естественно, зубы болят, зубы делать надо. Врачи не работают. Зато отдыхающих у нас куча в городе. Я вот смотрю, я не знаю вообще, откуда они ходят. Вот вчера мы поехали к Зубному, мы проезжали мимо моря. Именно не по набережной ходят, а вот так. Я же вижу, девочки, я могу из миллиона человек узнать, где человек не приезжий, где местный. Вот честно вам. Не знаю, это, видимо, уже так выработано у меня этими, ну как вот, не знаю. Я вижу, вот 100% вижу, что где местный, где не местный. И даже, честно говоря, я не знаю, по каким признакам я это вижу. Кстати, достала, представляете, костюм, помните, у меня с Василька. Вот. Оказывается, у меня же костюм есть, я и забыла. Так что, ребят, вот такие дела. Непонятно вообще, как, что дальше будет. Но я думаю, конечно, с июня мы вообще все заработаем. Потому что я слышала, что уже наши гостиницы бронируют с 1 июня уже этих отдыхающих. Так что я думаю, что осталось совсем чуть-чуть. Но, честно говоря, я не вижу вообще смысла в этой самоизоляции. И есть ли он этот смысл, вообще непонятно. Непонятно, девчонки. Потому что, действительно, кто-то сидит, да, вот так соблюдает. А кто-то вообще, кому-то вообще это не надо. Кто-то вообще не соблюдает. И не соблюдал никогда. Вот сегодня тоже на рынок вышла. Но у нас тут рядом рынок, буквально 2 минуты 3. Все работает. Люди ходят, все покупают. Не знаю, ну, стоят везде эти вот эти шикалки, да. Ну, смысл, что в этих шикалках? Короче, я не знаю. Девчонки, не буду в политиканство вдаваться. Потому что я считаю, что здесь что-то как-то все неразумно у нас все это сделано. Вот. Что еще? У нас прекрасная погода. Это самое главное, потому что светит солнышко. Мальчишки сейчас с папой занимаются. Мы дома. Дома. Я сейчас буду кушать, готовить, в принципе. Борж зеленый достала, куриные крылья. Нет, ножки достала. Может быть, что-то соус. Или, знаете, как, наверное, я сделаю со сметаной. И вчера купила какие-то новые спагетти. Ну, со спагетти, может, сделаю. Вот. И села, думаю, как раз я на пару вопросиков отвечу. И уже влог будет у нас такой обширный. Да, девочки? Кстати, кто еще не знает, у меня вот здесь в сообществе есть вопросики. Можете задавать, оставлять. Будем с вами отвечать на них. Вот. Давайте начнем, девчонки. Оля, как насчет того, чтобы родить девочку? Девчонки, уже 500 тысяч миллионов раз говорила. Правда, не до девочек. Возраст. Ну, мне, честно говоря, даже возраст не пугает. Можно, в принципе, сейчас он рожает и в 50. Меня сейчас пугает финансовое благополучие моего ребенка. А у нас нет сил и возможности все-таки третьего как-то, наверное, растить. Прям вот. Чтобы вот, не знаю, девчонки, нет. Но если бы случилось, было. А так нет. Целенаправленно уже нет. Уже все, 37. Уже в сентябре 38. Так что нет. Нет, конечно, девочки, нет. Не готова я уже. Все-таки всему свое время. Вот. Следующий вопрос. Девочки, сколько лет в браке? В браке мы уже... Вот я в Инстаграме выложила фотографии, ребят, где мы совсем молодые. 10 лет назад. Какие молодые вообще. Я-то вообще блондинка. Вы можете зайти в Инстаграме. Там есть эта фотка. Я ее оставила не в истории, а вот так. Девчонки уже, наверное, видели. Прям белые-белые волосы. У меня челка. И фотка эта была, знаете, где сделана? Это вот он как раз приехал с Америки. Он 1 сентября приехал. 2-го мы увиделись. И буквально где-то в конце... Нет, где-то месяца 2, наверное, мы... Нет, даже месяц, наверное, мы повстречались. И он говорит, давай в ресторан позову родителей твоих. Будем знакомиться. И вот эта фотография была как раз там сделана. Были родители мои. И мы, и вот мы... У нас был такой... Мы пришли в курорт... У нас тут есть такой курортный городок. Я думаю, кто местный знает. И кафе Оазис. И мы, помню, сели. Ну, родителям понравился. Макс, он вообще такой у меня обходительный. Если ему нужно, он очень может понравиться. Он очень добрый. Он такой, знаете, не грубит. Он не грубый. Ну, такой вот. Как вот, знаете, любой маме, папе понравится. Вот. И вот эта фотография, кстати, оттуда. Она в Инстаграме есть. Заходите, смотрите. Так что, вышла я замуж. Во сколько я вышла замуж, девочки? Ну, если 10 лет, наверное, сколько? В 27. Я поздно замуж вышла. В 26-27, где-то вот так. Вот. Родителям понравился, да, Макс. Как прошло знакомство, прекрасно. Познакомились вы в одноклассниках. Он был в Америке. Я была здесь. Мы переписывались год практически, девчонки. И вот он приехал. У него здесь были родители. Он вернулся. И вот так мы встретились. Честно говоря, меня очень пугала эта встреча, потому что по общению вот так было одно. Представляете, да? Встретиться было совершенно другое. Было как-то поездно. Ну, в принципе, все прошло хорошо. Никаких таких казусов. Он сразу меня очаровал. Прекрасный парень. Ему 42 года. Девчонки, он у меня почти на 6 лет старше. На 5. Ну, на 5 и там чуть до 6 не доходит. Так что вот так вот у нас было знакомство. Дальше, девчонки, про бюджет. Всех интересует бюджет. Я уже рассказывала. Кто не видел, это я не буду даже уже отвечать. Девчонки, бюджет у нас общий. Все вместе ведем. Не особо. Какие планы на будущее? На будущее планы. Какие будущие планы? Чтобы закончился коронавирус. Первый план. Быстрее выйти на свободу. Я безумно хочу. Первое, что я сделаю, это я с детьми поеду куда-нибудь. Я хочу детей куда-то вывезти. Где-то погулять. Девчонки, уже не могу. Вот здесь это готовка. Я ее терпеть уже не могу. Но готовлю, потому что деваться некуда. Дети. Вот. Что еще? Поеду погулять. Я хочу безумно погулять около моря. Я хочу сходить в магазин. Я много чего хочу себе купить. Вот. Короче, дел много, девчонки. И какие планы на будущее? Жить. Наслаждаться жизнью. Хочется, конечно, чтобы канал процветал. Хочется больше каких-то... Больше взаимодействия. И вообще, чтобы рос канал. И мне это очень нравится. Прямо хочу его развивать, развивать и развивать, девчонки. Вот. Хочется... Ну, как... Много чего хочется. Так что оставайтесь со мной и увидите. Получится у нас что-нибудь или не получится. Планов нету. Как говорится, планы строй. Сам не плашай. Так что, девочки, вы сами знаете, сколько у меня было планов до коронавируса. И в итоге вот они все планы. Вот. Обычно... Следующий вопрос. Оленька, доброго дня. Обычно младшие любимчики. Илюша не ревнует? Нет, ничего у нас. Никто не любимчик. Мы любим одинаково. Просто мелкий больше внимания хочет. Илюха уже не так больше... Не так внимательно требует внимания, как Тёма. Тёма, он такой прям ластится, на меня ложится, целуется. Но он ещё мелкий. Тёма ещё... А Илюшка уже постарше. Ему я, конечно же, его тоже обнимаю, целую. Но не так, как Тёма. Потому что он маленький. Вот. Дальше. Оля, какое у вас любимое место в Сочи ресторан, который больше всего нравится? Ой, ребята, любимый мой ресторан всё-таки, наверное, высота 56-42. Он находится в Олимпийском парке. Мне он безумно там нравится. Мне нравится, что он около моря. Я вообще люблю все рестораны около моря. Не такие, знаете, где вот этот Таш-Туш, Гайгануш и пошёл там все танцуют, пьяные. Нет, такие дешманские не люблю. Люблю именно такие хорошие рестораны, около моря кайф посидеть, музычка играет. Всё так цивильненько, пить вино, смотреть на закат. Ой, девчонки, такое люблю. Но вот именно такого у нас уже сто лет с мужем не было. Потому что, ну, нет у нас как-то, не получается именно с ним вдвоём поехать. Всегда детей за собой берём. И их жалко, вроде хочется вывезти. А на самом деле вот люблю вот такое. Вот такой отдых мне нравится. Вот эти танцы уже, обниманцы, это не для меня. Я уже всё-таки женщина в возрасте. И, конечно же, люблю такой вот именно спокойный, уравновешенный отдых. Вот очень люблю. Мне нравится. Я надеюсь, что всё у нас скоро будет. Я, вот многие девочки, видимо, с Украины, да, меня смотрят. Я, как вы относитесь до нас, украинцев? Это, видимо, я так понимаю, что это был вопрос, как я отношусь к украинцам. Великолепно, прекрасно. Для меня, вот, вот, девочки, я вам честно скажу. Я, для меня белорусы, украинцы, русские. Мне кажется, это как-то все такие одного поля ягоды. Вот. Я никогда их не делю, знаете, там, не знаю. Вообще вот у меня нету такого. Отлично отношусь вообще к Украине. Это же практически наша родная держа. Ну, как вот, мы вместе. Не знаю, девчонки, это наши. Вспомните, как мы раньше были при войне. Я считаю, что это вот сейчас, да, чуть-чуть, конечно, руководство разлад внесло. На самом деле, что мы все одной поля ягоды. Вот. Конечно же, я очень хорошо отношусь к Украине, к белорусам. Вот. Сейчас, знаете, я смотрю в Белоруссии, я так поняла, что у вас вообще карантина нет. Да, я не вдаюсь, девчонки, потом, ну, вот эти вот распри, да, там, кто что. Но смотрю, Лукашенко, по-моему, вообще не сделал этот карантин, да. Я не в курсе. Так, в Инстаграме вижу. И очень сейчас все обсуждают в Инстаграме Лукашенко сына. Какой он красавчик, там, я вижу. Ну, если девчонки не смотрю, не хочу даже в эти политиканские дела вступать. А так, на самом деле, прекрасно я отношусь. Я вообще не расист. Я ко всем хорошо отношусь, ко всем. У меня нету такого, что этот там такой, этот не такой. И вопрос был, женила бы ребенка там на каком-то другой вере, да. Запросто. Это вообще не обсуждается. Лишь бы человек был хороший, это самое главное. Вот. Дальше, девочки, дальше. Братья у мужа есть, да. У него старший брат, на 2 года, на 3 года старший. Он с ним не так близок. Ну, не особо они прям, вот знаете, там, как вот, да. Нет, не очень близкие. Общаются, но не очень близко. Вот. Вроде помню, есть брат, ты говорила, как он есть, и у него жена. Нет, жены у него нет, он холостой парень. Ольф. Так, красивая фотка, но это не то, это... Почему вы перестали варить компотик? Девочки, компотик у меня только летом. Зимой сейчас не до компотиков, зимой. У нас очень холодно, вечер, ну, вот, вечерами прохладно. Сейчас же отопления нету, и получается прохладно, и не до компотика. Летом, конечно, всегда варю компотики и все остальное. Так что, ребят, вот такие вот дела. В принципе, по вопросам я ответила. Там, если есть, кое-что не ответил, я те еще старые отвечала. Если еще какие-то есть, пишите. Конечно, с удовольствием буду отвечать. Я, на самом деле, хочу тоже, жду тепла. Девчонки, кто местный, кстати, вот, напишите мне, знаете, что попрошу. Кто местный, куда вот можно съездить, где у нас есть... Я вот вчера, мы штудировали с мужем поехать куда-то в лес, может, какие-то водопады, именно не платные, а вот самим забрести, чтобы людей никого не было, да. Есть огурский, но туда, я так поняла, нужно идти. Вот мы вообще не в курсе вот в этих всех дел. Так что, девочки, кто местный, напишите, вот именно не в поляне, а где-то у нас, может, в Хосте, где-то вот в Кудепсте, какие-то вот леса, какие-то, может, ручейки, которые можно поехать посетить, и где это находится. Так что, пишите, буду благодарна вам, куда можно съездить, где сейчас нет людей, очень бы хотелось прогуляться и детей вывезти, потому что уже, правда, я еще, знаете, куда хотела съездить? Мацеста-чай. Там тоже такие были чайные плантации, как раз девчонкам бы показали. И говорят тоже, что очень красиво, и людей как раз нету, можно воздухом подышать. Я жду сейчас, у нас уже, смотрю, там 20-21, тепло начинается. Очень бы хотелось выехать, потому что до 15 мая это по-любому карантин не закончится, а я уже не могу сидеть дома, я хочу куда-то вывезти детей, чтобы они побегали, поскакали, походили, погуляли, подышали воздухом. Так что, девчонки, напишите мне, кто знает. Так что, ребят, на сегодня, наверное, все. В принципе, ничего интересного. Пишите про цвет, как вам понравился или нет. На сегодня все. Всем пока-пока. Не болейте, берегите друг друга.